Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, делаем мини-тестик на странную, удивительную и в то же время уникальную М4FL10. Чем она уникальна, сейчас попытаюсь объяснить. До того, как в игре появилась лесная ведьма, эта машина была единственной на седьмом уровне, у которой барабан с системой дозарядки. Да, ребят, это единственная тачка, которая умела дозаряжать снаряды на своем седьмом уровне, и я бы сказал, что это такой себе младший брат, только более фановый и менее результативный про джетты 46 на восьмом уровне. Время дозарядки снарядов просто умопомрачительное. Всего лишь 3 с копейками секунды дозаряжается первый снаряд. Второй выпущенный снаряд дозаряжается за 3.67 и третий снаряд всего лишь за 4.13. Короче говоря, вы играете, по сути, на цикличном орудии со временем перезарядки в 3 секунды, ну а в случае необходимости имеете в запасе у себя еще 2 снаряда, которые суммарно выкидывают более 400 единиц урона. Это действительно очень круто. Ну, по крайней мере, для своего седьмого уровня. В то же время, время перезарядки между собой снарядом в магазине составляет чуть более 1 секунды, что тоже подразумевает собой просто бешеную скорострельность, я бы сказал, больше пулеметную очередь, неже просто отстрел по одному снаряду. Что касается урона в минуту, то 2100 единиц для среднего танка на седьмом уровне вполне себе приемлемая цифра. Время сведения и разброс будем заценивать непосредственно в самом бою. Ну, а угол склонения орудия вниз, безусловно, оставляет желать лучшего, потому что всего лишь минус 6, и это действительно не очень комфортно. Но, в целом, если привыкнуть, то вполне себе играбельно. Что касается среднего бронепробития, то 151 единицы на базовом снаряде и 212 на подкалиберных. Это с учетом того, что в оборудовании у меня поставлено все на калиброванные снаряды, потому что вентиль здесь, в принципе, бессмысленный. Он добавляет к скорости, точнее, не так, забирает от КД и делает его более быстрым, буквально на какие-то там сотые. И, соответственно, не имеет абсолютно никакого смысла ездить именно с вентильком. Ну, а что касается калиброванных снарядов, то здесь плюс-минус существенная прибавка к бронепробитию, действительно легче играется. Вот такой вот интересный аппарат, который является крайне картонным, но очень скорострельным. Ну что, друзья, давайте возьмем машину и поедем покатаемся на ней. Ну что, ребят, поехали, попытаемся покататься. Один из товарищей, с которым мне прям совсем не хочется встречаться, это М6. Дело в том, что с его броней, да, с моим бронепробитием, ну, наша стычка закончится явно не в мою пользу. Также меня интересует, кто из союзников решил меня поддержать. Если никто, то самому туда ехать у меня желания абсолютно никакого нет. Ладно, АТ-8. Едь, делай вид, что ты держишь направление, у тебя хоть броня есть, ну, а я попытаюсь поехать и сделать чего-нибудь годного на расстоянии. Дело в том, что сближаться с соперниками на данной машине стоит крайне-крайне редко. По одной простой причине, потому что выдержать их натиск навряд ли у вас получится. Ну, а, соответственно, отрабатывать с такой скорострельностью на дальних расстояниях куда веселее и интереснее. Так, где там КВ-шник прячется? Выезжай, нет тебя. Ладно, поехали, попытаемся туда в корму, что ли, заехать. Бог его знает, как правильно поступить в данной ситуации, но будем действовать по обстоятельствам. Что касается интересных вещей в этой машине. Как я уже сказал, самое интересное здесь барабан с системой дозарядки, на котором играется действительно крайне приятно и комфортно. Ты действительно всегда имеешь чем закинуть в своего соперника. Как вы видите, снаряды между собой из магазина вылетают очень бодро, очень клево. И это позволяет быть готовым ко встречам практически всегда. Потому что мало того, что ты можешь вот так вот отбрасывать один за другим, так еще и ты довольно-таки быстро дозаряжаешь хотя бы один снаряд. Для того, чтобы, как в данном случае, забрать КВ-2. Что, в принципе, существенно помогает команде, когда вы пытаетесь вместе с кем-то разобрать соперника, для того, чтобы не дать ему дальше бедокурить. Но вот сейчас в этой игровой ситуации вы видели, каким образом вылетают снаряд за снарядом, в случае даже если у вас нет полного барабана в запасе. И согласитесь, это довольно-таки интересно. Опять-таки, машина, я бы не сказал, что прям результативная. И, безусловно, это не must-have. Но стоит отдать должное данной тачке за то, что она действительно умеет фанить. Она действительно умеет доставлять удовольствие. И заезжая в бой на данном аппарате, вы всегда будете выходить из боя с хорошим приподнятым настроением. Ну, не знаю, мне, по крайней мере, очень нравится. И хоть это и не фармер, хоть это и не та тачка, на которой вы будете завсегда побеждать. Возможно, будете первым отлетать в ангар. Но так или иначе, стоит заиметь себе ее, если вы воспринимаете танки точно так же, как и я. Если вы за то, чтобы танки приносили вам какие-то ощущения от боя, нежели просто сухие цифры статистики. Грустно, конечно, получается, что наш тигр уснул прямо на респе. И сейчас, пока до него доедут, пока его разберут, ждать придется очень долго. Но в любом случае, сейчас посмотрим на результаты по бою. Ну и, соответственно, зайдем в еще одну каточку. Итак, ребят, поражение 1540 единиц урона, два уничтоженных соперника. Результаты по фарму смотреть, в принципе, не имеет абсолютно никакого смысла. Но, по крайней мере, не в минусе. Это уже хорошо. Что касается нашей результативности в разрезе нашей команды. То проиграли мы явно не из-за того, что FL10 плохая машина или я хреновый игрок. Ну, а просто потому, что команда вот так сыграла. И двое вот этих ребят вообще не смогли ничего сделать за бой. Ну и, соответственно, вот вам результат в виде поражения. Так или иначе, сейчас лайканем тех ребят, которые сделали в этом бою максимум. Обязательно похвалим наших соперников. Почему бы и нет? Ребята честно одержали победу. И верхние трое товарищей сделали целых 6 фрагов из 7 возможных. Короче говоря, команда соперников показала себя с лучшей стороны. И, к сожалению, сыграли лучше, чем сыграли мы. Ну что, берем тачку и поехали в следующий бой. Итак, друзья, поехали. Не самая лучшая карта для FL10. У нас не очень бодрый угол склонения орудия вниз. И если мы вот так вот, допустим, подъедем, встанем, то, как вы видите, все, ниже орудие не склоняется. Это при том, что мы, в принципе-то, не на большой горке стоим. Если посмотреть на него сбоку, то вы обратите внимание, что в целом здесь есть неплохой запас. Там, где, в принципе, орудие могло бы склоняться вниз. И, я бы сказал, существенно бы влияло на качество игры на данной машине. Но, к сожалению, разработчики наделили данную тачку именно таким углом склонения, с которым приходится мириться. Ну а что остается делать? Что есть, то есть. Ну и, соответственно, изменить мы ничего не можем. Можем только попытаться к этому делу привыкнуть. Ну и попытаться, скажем так, использовать это в своих интересах. Если сейчас вы обратили внимание, то даже Паттона выцелить мне было сложновато. По одной простой причине. Потому что даже в такой ситуации угла склонения орудия мне было недостаточно. Сейчас вот этот товарищ приедет ко мне, начнет меня разбирать. Т26Е5. Брат, куда ты поехал? Куда ты поехал? Не оставляй меня, пожалуйста, самого. Я не хочу с ними встречаться лицом к лицу. Не нравятся они мне абсолютно. Ну все. Т32-й понял, что, в принципе, прикрыть меня некому. Ну и, соответственно, будет сейчас делать мне больно. Попытаюсь, конечно, сейчас отвалить. Настолько, насколько это возможно. Но навряд ли у меня это получится. Жмем. Еще 6 секунд есть у меня запаса бодрого хода. Рвем когти. Отстреливаю с голдой, потому что других вариантов вообще никаких у меня нет. Стреляю сугубо наугад для того, чтобы просто уйти от него, блин, хоть как-то. Но уж больно бодро он в меня вцепился. И что-то мне кажется, что ничего у меня хорошего с этого не получится. Так. Валим. Похоронил я полностью фарм в данном бою. Пришлось сваливать. Ну, это лучше, чем просто сдохнуть, как мне кажется. Ну и, соответственно, попытаюсь приехать тогда к вот этим товарищам в корму. И, может, по ним как-то отработать. Глядишь, какого-то урона нанесем. В общем, суммируя, ребят, могу сказать следующее. Машина чисто для фана. Не более того. Вы не будете на ней вывозить горы серебра. Вы не будете на ней постоянно одерживать победы какие-то там, я не знаю, феерические. Вы просто будете играть ради удовольствия, если умеете играть на танках ради удовольствия, а не ради заработка. И, в том числе, не ради того, чтобы красоваться какими-то цифрами. Если для вас игра, в первую очередь, фан, то данная тачка вам однозначно понравится. Что касается ценника в 4000 в составе набора, я бы сказал, что цена завышена. Но, по крайней мере, хоть как-то отражает реальную стоимость машины. Это семерка в составе набора с, допустим... Все, голда закончилась. Сейчас попытаюсь, конечно, фугасом что-то... Да нет, куда там фугасом против Т-32. В общем, по отношению ценника, ребят, 4000 с очень большой натяжкой стоит данный набор. Только потому, что там открыто все оборудование. Там вроде бы какой-то камо есть, хотя не является легендарным камо для FL10. Ну и, в принципе, я бы сказал, что на этом все. Потому что те X, которые там положены в набор, ну, такое себе. И, как мне кажется, если вам нравится FL10, и вы хотели бы себе данную машину в коллекцию, то все же стоит подождать, пока эта машина, пускай и редко появляющаяся на продаже, появится в голом ее состоянии, допустим, 1000 за 2,5-3. Ну, а за серебряндию тогда уже откроете себе оборудование. Ну, а то, что не получите X5 или X3 или даже X10 из какого-то набора, то, поверьте мне, на данной машине это не очень большая потеря. Гораздо лучше, когда такие X-ы ложат в набор с восьмерками. Там, где действительно гораздо круче можно их реализовать. Вот такое вот честное мнение по поводу FL10, по поводу его возможностей, того, что он вам принесет. Ну и в отношении самого набора за 7,5, в который он тоже включен, вместе с револьвером могу сказать только одно. В случае, если вдруг сам револьвер вам нравится, и вы хотите себе данную машину в ангар, то в виде, скажем так, довеска к револьверу M4 FL10 машина просто великолепная. Покупать или не покупать, ребят, исключительно ваше решение. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, а вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok